В городском парке Советска неизвестные вырвались корнями скамейки и урны, а также избили сторожа, пытавшиеся призвать хулиганов в порядку. Сегодня здесь мирно гуляют женщины с детьми, а с постамента на них взирает королева Луиза. Один из самых больших мраморных памятников в России чудом не пострадал от рук вандалов. Маршрут ночных налетчиков пролегал неподалеку от венциносной особой. Нет, мне почему-то кажется, что это одна и та же группа. Если случаются какие-то инциденты, я думаю, это не тяжелее заработать. Мне почему-то кажется. Не хотелось бы с ними встречаться. В ту ночь Алексей охранял детские аттракционы, которые планируют запустить в этом году в городском парке. Внезапно он услышал грохот. Шум постепенно стал приближаться. Увидев двух человек, пытавшихся вырвать кабель от карусели, Алексей подбежал, чтобы разобраться. Тут, оказывается, за каруселью еще двое сидят. Я им говорю, что вы делаете. Один поднимается, он в маске был, в черной одежде, стукнул сразу. Я упал, поднялся, и он вдвоем там начал, я не говорю, лупить. Я в это время вскочил, отбежал, позвонил своему начальнику и ждал наряда милиции. Сотрудники полиции были в парке уже через 15 минут после нападения на охранника, но злоумышленники успели скрыться. На утро сотрудники муниципального предприятия благоустройства подсчитывали убытки нападения. Больше половины мусорок и скамеек были вырваны и повалены на землю. Разбит фонарь. Напомним, что ремонт здесь был сделан в прошлом году. Для того, чтобы привести в порядок городской парк, понадобилось немало средств и усилий. Мы поставили вертолет. На следующий день пришел человек, почему-то с топором. Он пытался разрубить этот вертолет. И хвостовую часть ударами, двумя ударами повредил. И, к сожалению, он побил стекло, которое находится здесь и сидят летчики. Мы поставили в ней видеокамеры. Ведь видеокамеры и сигнал идут прямо на наш постоянно круглосуточный дежурный пункт МЧС. И специалист видит ситуацию по данному парку. Детский парк также подвергся нападению. Здесь неизвестные сломали две большие горки. Они так сильно пострадали, что после ремонта удалось собрать из уцелевших частей только одну трубу. Поломали и качели. Я понимаю, что жители Советской этого сделать просто не могли. Это кто-то чужие. То есть, сколько сделано в городе, сколько построено объектов, сколько отремонтировано, обостановлено объектов. И вот тебе на, как говорится. Верим в наши правоохранительные органы, что они все-таки найдут этих вандалов. Полиция разыскивает злоумышленников. Им грозят большие штрафы. А приводить в порядок парк планируют на общегородском субботнике, который состоится 23 апреля. В этот день люди выйдут не просто убрать листву, но и продемонстрировать свое негативное отношение к актам вандализма в родном городе.